Обрати внимание Дос из Томас Здравствуйте, это Дачный ответ. Я Ольга Прохорова. Нашим сегодняшним героям повезло особенно, ведь их дача расположена практически в лесу, даряя им возможность отдохнуть от городской суеты под покровом раскидистых елей. Вот уже на протяжении 60 лет здесь развивается история семьи Игнатьева, а сейчас на этом участке с удовольствием проводят время три поколения. Два года назад Алексей и Дарья, представители молодого поколения этой семьи, решили построить баню. Ходили по друзьям, рассматривали разные варианты и по случаю купили этот сруб. Но дело движется медленно, за это время здесь появились только фундаменты крыша. Мы поможем нашим героям и перестроим их баню, сделаем ее полноценной, спорной комнатой отдыха, душевой и предбанником. Для Дарьи и Алексея Игнатьевых дача больше, чем место летнего отдыха. В этом поселке они познакомились, когда были детьми. Даша жила на соседней улице. Моя бабушка, мне было лет 7, она сказала, вот есть тут один мальчик Васенька, и второй мальчик Лешенька. Вот это твои женихи выбирай, вот один из них, значит, будет твоим. Буквально это было, еще я в школу не ходила. Свадьбу сыграли три года назад. А вскоре родился сын, которого, вопреки семейной традиции Игнатьевых, не стали называть Алексеем. Чего мне стоило назвать Федора? Не Алексеем, я вам скажу. Это, да, мы преодолели. Историческая путаница, уже трудно разобраться, кто какой Алексей. Есть прадед Алексей, средний Алексей, это дед, младший Алексей, это муж мой. Дарья по специальности педагог начальных классов. Сейчас не работает, все время проводит с полуторагодовалом Федей. Каждый день он удивляет, вот там зуб, вот он пошел, там ботинки уже малые. Папа приходит с работы, мне кажется, столько событий за день произошло. У него столько на работе не происходит, сколько я рассказываю про Федю. Мы вместе удивляемся, мы обязательно все вместе, еще в вечер, у нас после папины работы прогулка, мы идем смотрим что-то новое. Алексей, как и все мужчины в семье, профессиональный военный. Служит в ракетных войсках стратегического назначения. А началась династия с его деда, Алексея Александровича Игнатьева, генерал-майора танковых войск, доктора военных наук. Алексей Алексеевич Игнатьев тоже служил в танковых войсках. Выйдя в отставку, решил, что пришло время реализовать свою заветную мечту – летать на дектоплане. Прошел подготовку и стал работать пилотом-инструктором в отделе дельтапланиризма в ДСАА. Среди учеников Алексея Алексеевича и его сын. Глядя на меня, очень быстро освоил. Сначала летал вторым пилотом, а теперь сам является командиром нашего воздушного судна. И мы с ним совершили много интересных полетов, иногда попадая и в неблагоприятные погодные условия. На даче в специально отведенном ангаре у Игнатьевых стоит мотодельтаплан, который они ласково называют «камар». Он схож по конфигурации, такой раскоряки в полете. Тоже жужжит, летает относительно по авиационным меркам медленно. Но и такой же, наверное, бесполезный. Мария Константиновна по образованию медицинская сестра. Всю жизнь работает в детских больницах. Даже сейчас, когда уже вышла на пенсию, продолжает трудиться в Центре восстановительного лечения детей с бронхолегочной патологией. На даче она разбила небольшой цветник, где сажает многолетние растения. Другие здесь плохо приживаются. Люблю очень пахучие цветы. Душистый табак люблю сажать, метеолу. Когда вечером приходишь посидеть, очень приятно, когда они пахнут. Поют соловьи, пахнут. Цветы, да, Феденька, и мы посадим. Спасибо, деточка, да. Спасибо, детка. Будем сажать цветы с тобой вместе. Осталось буквально несколько мгновений до того момента, когда наши герои покинут свою дачу, и мы сможем начать здесь переделку. Я понимаю, что, конечно, уезжать, наверное, не хочется. Нет, не хочется. Он отвечает. Нет, не хочется. Но все-таки вы сами нас пригласили. Рассказывайте, почему вы написали нам письмо и что хотите переделать? Мы вас позвали и до сих пор не верите, что вы к нам приехали. У нас есть задел, вот эта банька. Два года назад мы начали строить баню, и не хватает силы и времени, а так как мы внимательно следим за вашими передачами, с удовольствием смотрим, пришла у нас такая идея – написать вам письмо. А что бы вы хотели сделать? Какую баню вы хотите? Ну, вообще, скорее, мы поклонники и сторонники русской бани, с хорошей парной. Чтобы можно было там иметь зону отдыха, где сесть, поставить самовар. Собраться все с ними. Срочи и пить. Место расположения бани не случайное. Здесь реально находится место, где мы жгем костер и собираемся на приготовление шашлыка. Любим вечерами попить. Под самовар, под костра, под треск дров. А если это будет еще сопровождаться? Еще после бани. Бани – это будет весомый аргумент. Еще первое поколение, мои родители мечтали, что здесь будет баня. И вот теперь мечта приобретает реальные черты. А что касается стиля, отделки, материалов, какую вы видите баню? Хотелось бы видеть деревянную отделку. В связи с тем, что сруб сам по себе традиционный, деревянный, это бы гармонировало со всеми постройками на даче. Так, Даша, Леша, согласны? Согласен. Но при этом хотелось бы видеть какие-то, может быть, дизайнерские решения, мотивы. Ну, может быть, что-то восточное. Мария Константиновна, может быть, что-то добавите? Я как человек спортивный, энергичный, люблю по утрам делать зарядку, и всегда мне очень нравится обливаться водой. Поэтому я хотела бы, чтобы был какой-то элемент, какой-то обливательный, типа ведерко или что-то, чтобы дернул, и на тебя полилась водичка. Ну, я так понимаю, вы нам все цело доверяете. Безусловно. Ну, тогда пойдемте прощаться. Как это ни печально, наверное, да? Но нам надо начинать переделку, а вам надо уезжать. Да, к сожалению, да. Как вы будете проводить время, пока мы будем заниматься строительством? Ну, нам легче будет, молодым. Я буду в командировке. Супруга будет, сведения вообще не позволят ей приехать. А родителям, конечно, придется терпеть. Мы привыкли к даче, любим заниматься терпевым хозяйством. Ну, мы берем велосипеды, мы спортивные, у нас есть маршруты интересные. Так будем коротать время и ждать результатов, когда вы нас позовете. Ну что же, тогда давайте прощаться. Увидимся после нашей переделки. До встречи. До свидания. Андрей, наши герои уехали, мы можем приступать к переделке. Как ты оцениваешь этот дачный участок, это пространство? Территория прекрасна, воздух, деревья, природа. Да, но у нас есть одна проблема, недострой в виде бани. Мы постараемся решить эту проблему, потому что наша задача – привнести что-то новое и при этом попытаться сохранить дух этого суда. Андрей, ну мы существуем все-таки в 21 веке, и, естественно, молодое поколение пожелало построить баню. И, конечно, хотелось бы, чтобы она была многофункциональной и современной. Многофункциональность в существующем небольшом строительном объеме – это довольно сложно воплотимое пожелание. Но, тем не менее, наша баня будет достаточно функциональной, в ней будет и парная, и душевая с купелью, и будет ведро, которым можно будет облиться после хорошего пара. Печь каменка, в которой есть две функции – обогрев парной и камин, который будет отапливать и позволять людям, находящимся в комнате отдыха, созреть открытый огонь. Также здесь летняя веранда, о которой мы уже говорили, дровник и большое количество завалинок, на которых можно будет сидеть, пить чай, разговаривать, петь песни. А теперь осталось понять, как будет выглядеть баня внешне. Да. Внешне баня, как мне кажется, должна сочетать в себе две, казалось бы, несоединимые вещи. Это историческая часть, которая у нас олицетворена существующим срубом, и современные отделочные материалы и некие формы, которые приведут это у нас к новому поколению, которые, надеюсь, оценят это по достоинству. Ну, я смотрю, что у нас достаточно сложная крыша, и есть какой-то открытый элемент ее. Наша крыша состоит из двух частей. Теплая кровля, которая закрывает теплый контур здания, и пластиковая, которая расположена над зоной отдыха и над открытой лестницей, ведущей на второй этаж. В районе зоны отдыха я бы расположил обеденный стол, который находится у открытого проема, приглашающего нас в природу, на воздух. Да, тем более открывается такой прекрасный вид. Да. Ну что же, давай приступать к переделке. За работу. Дачный ответ начинает строительство бани. При всем желании оставить старый хозяйский срок, его приходится разбирать, чтобы долить новый фундамент. А после тщательного обследования бревен, принимается решение строить всю баню из нового, более качественного материала. Новый фундамент под баню будет свайно-ленточный. Причин две. Будущая постройка довольно тяжелая, а земля на участке сложная с грунтовыми водами. Пока готовятся траншеи под ленточный фундамент. Его задача – соединить несущие сваи и равномерно распределить нагрузку. После устройства в траншеях песчаной подушки бурятся скважины. Их глубина – 180 сантиметров. В качестве свай – азбоцементные трубы, прочные и водонепроницаемые. Для большей надежности их армируют изнутри. Также укрепляется ленточная часть фундамента. Собирается деревянная палубка, в которую зальют бетон. Демонтаж ополубки. Кирпич производится после полного застывания фундамента. Для того, чтобы поднять цоколь до необходимой высоты, в два ряда выкладывается кирпич. Приступаем к возведению самого сруба бани. Для нашего проекта архитектор Андрей Волков решил использовать клееный брус. Это отборные, гладко струганные и высушенные доски, склеенные под прессом с помощью специальных составов и затем профилированные. Благодаря такой обработке брусья прилегают друг к другу очень плотно. Дерево укладывается на слой гидроизоляции. В местах соединения, так называемых выпилах, пристреливается уплотнитель из джута. Им также проклеили одну из граней бруса, так, чтобы стены после сборки не конопатить. Соединение паз в паз гарантирует надежность и устойчивость всей конструкции. Сооружение крыши ведется с таким расчетом, чтобы на втором этаже появилось небольшое место для отдыха. Коньковая балка из тропила, из клееного бруса. Из этого же материала будут сделаны все балки и лаги и на первом, и на втором этаже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пространство под крышей утепляется пожаробезопасной каменной ватой. Материал экологичный, к тому же удобный в монтаже. Он плотно прилегает к поверхности, защищая от холода и сквозняков. Укладывается вата на пароизоляцию. Ей уже закрывается сверху. В качестве черновой крыши ориентированы стружечные плиты. Они влагостойкие, прочные и гибкие. Пол первого этажа будут укладывать на лаги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сначала основательный процесс утепления. Используется та же каменная вата. Наконец, можно настилать чистовой пол. Это шпунтованная доска из массива сосны. С одной стороны у нее выступ или шпунт. С другой, такого же размера паз. И вот строительные работы снаружи практически завершены. Баня построена, частично сделана крыша. Выглядит баня вполне традиционно, но современно. А на фоне вековых деревьев она смотрится очень гармонично. Как и было задумано по проекту, крыша у нас нестандартная. По центру она будет закрыта гибкой черепицей, а по краям застеклена. Прозрачная кровля появится и здесь, на веранде. И с противоположной стороны над лестницей, ведущей на второй этаж. Лестницу мы построим чуть позже. А вообще на втором этаже мы планируем организовать лежанку для гостей. Баня построена из клееного бруса, изготовленного из архангельской сосны. Этот материал идеален для строительства. Он долговечен и экологичен. Существует мнение, что клееный брус не дает усадке. Однако это не совсем так. Усадка существует, но минимальная. По сравнению, например, с бревном или другими видами бруса. У нас в опорных столбах установлены домкраты, и по мере усадки их можно регулировать. Таким образом геометрия конструкции не нарушается. И вообще клееный брус не требует дополнительной отделки, как снаружи, так и изнутри. Дерево уже обработано, оно имеет ровную гладкую поверхность, прекрасно смотрится, и мы воспользуемся этим преимуществом и сохраним его естественную фактуру. Работа в душевой зоне начинается с установки системы отвода воды. Утолщенные стенки на месте сгибов труб, а также специальные хомуты для соединения секций, позволяют снизить уровень шума на 30% по сравнению с традиционной канализацией. Спрячется коммуникация в бетонной стяжке. Пол в мокрой зоне из прочного керамогранита. Решетки для сливных отверстий из нержавеющей стали. Монтируется система водоснабжения. От скважины, она уже была на участке, к бане прокладывается водопроводная труба. Трубы из шитого полиэтилена надежны и долговечны. Они не поддаются коррозии, выдерживают высокое давление и перепады температур. Вода будет поступать в душ, обливное устройство, то есть ведро и купель. Соединяются сегменты надвижными гильзами и фитингами. Все эти детали из полимеров, поэтому не заржавеют и не покроются накипью. К водопроводу подключается электрический бойлер. Из направляющих и гипсокартона сооружается перегородка. Теперь очевидно, как будет выглядеть баня внутри. Эта гипсокартонная перегородка делит ее на две зоны. Собственно, на парную и на душевую. Мы не случайно используем здесь именно гипсокартон. Помимо того, что он прочный и легкий, он еще и влагостойкий и хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью. Чуть позже мы облицуем эти стены такой испанской мозаикой. Это стеклянные квадратики разноцветные. Здесь есть и коричневый, и песочный, и бежевый. И получится очень эффектно. Приступаем к остеклению бани и установке дверей. Профиль стеклопакета в трехкамерной, глубиной 60 мм, с двумя контурами уплотнения. Ламинация двухсторонняя, под темный дуб. Окна имеют поворотно-откидной механизм и москитную сетку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы спрятать трубы в душевой и защитить клееный брус от влаги, стены были заранее обшиты гипсокартоном. Теперь они облицовываются стеклянной мозаикой из коллекции Деградадос. Название можно перевести как «сходящее на нет», имеется в виду меняющийся оттенок. Вверху мозаика совсем светлая, а внизу цвет становится более насыщенным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь в душевую из матового стекла. В подготовленный проем устанавливается печь. Это стильная финская каменка, равномерно и мягко излучает тепло и дает большое количество пара. Сверху печи двухконтурный дымоход. Толщина внутренней стенки из нержавеющей стали – 1 мм. Это позволит защитить трубу от коррозии и возгорания сажи. Внешняя стенка – из крашенной оцинкованной стали. Сегменты дымохода легко соединяются с помощью обжимных хомутов. Они удобны в монтаже и в процессе эксплуатации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По проекту крыша над верандой и лестницей будет остеклена. Профиль алюминиевый, с четырехслойным уплотнителем. Баню на время сильного ливня не зальет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стекло триплекс толщиной 9 мм. Выбрано не случайно. Оно не рассыплется даже в случае сильного удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стык между профилем и стеклом герметизируется бутиловой лентой. Это полиэтиленовая сетка с добавлением фольги и бутилового клея. Монтируется декоративное оформление окна. Наконец, на профиль надевается накладка, скрывая элементы крепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для защиты края об решетке от осадков на карнизных свесах устанавливаются металлические планки, капельники. Подкладочный слой настилается снизу вверх параллельно свесу с нахлестом 10 см. В качестве кровельного материала архитектор выбрал гибкую черепицу. Она мало весит, легко укладывается, обладает отличной шумоизоляцией. К тому же ей не страшны резкие перепады температур, повышенная влажность и ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, ну, конечно, у многих в представлении, что баня – это такой традиционный сруб или такая деревянная конструкция, а мы используем много стекла. Вот почему ты так решил? Потому что мы строим сегодня и хотим использовать все современные технологии в области строительства, в архитектуре. Мы хотим, чтобы наше пространство было светлым и теплым одновременно. На первом этаже мы имеем большие стекла от пола до потолка, что позволяет нам пропустить в интерьер много света. Там будет зона отдыха. Зона отдыха, да, которая при этом все равно будет оставаться в тепле, потому что находится внутри теплого стеклянного контура. А что касается крыши? У нас она сложная. Мы чередуем мягкую черепицу и стекло опять-таки. А почему ты решил использовать на крыше стекло? Стекло, которое мы применили здесь, надежное, прозрачное и прослужит много лет. Мы используем триплекс, да? Да. Триплекс, который не позволит в случае непредвиденной ситуации обрушиться стекло вниз на людей. Еще большой плюс архитектурный, я считаю, что все очень удобно. Выходишь из теплой зоны в холодную, чтобы остыть от пара, да? Да, да. И на тобой крыша прозрачная, посмотрел на небо, вдохновился, пошел дальше в баню. Да, при этом, находясь на веранде, мы имеем сверху стеклянный купол, который защищает нас от осадков. Это хорошо и с точки зрения эстетики, и функционально. Я так понимаю, что основные строительные работы на улице практически закончены, да? Вот осталось немножечко доделать. И приступим к наполнению. Давайте. Дачный ответ продолжает строительство бани для семьи Игнатьевых. Лестница на второй этаж будет одномаршевая. К стене фиксируются косауры, наклонные несущие балки. В нашем случае они с треугольными вырезами под ступени шириной 30 сантиметров. Лестница получилась достаточно крутая. Она скорее рассчитана на Дарью и Алексея. Они молодые, энергичные, любят экстрим. К тому же к ним приезжают такие же молодые и активные друзья, для которых на втором этаже сделана специальная зона отдыха. Строительные работы здесь пока не закончены. Конечно же, здесь появится пол, уже есть остекление, получается достаточно светлое помещение. А я себя ощущаю, как будто в надежной палатке. Вспоминается сразу свое детство. В дальнейшем мы планируем установить здесь пуфы, на которых герои с друзьями могут сидеть, устраивать какие-то игры или просто валяться. Но мне почему-то кажется, что когда годовалый Федор немножко подрастет, он завладеет этим помещением и будет играть с такими же малышами. Стены снаружи обрабатывают грунтовкой. Она предотвратит гниение и убережет от насекомых-вредителей. Тот же состав наносит на лестницу. Поверх грунтовки бесцветная краска-лазурь с пигментами, защищающими от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ступени покрывают яхтным лаком. В стене прорезается отверстие под вентиляцию. Его закрывают коробом из бруса, предварительно затянутым фольгой. Это обеспечит необходимую вентиляцию воздуха. Стены и потолок парной укрепляются огнестойкими плитами ваты. Их закладывают в обрешетку. Фольга выполняет роль теплоотражающего экрана и не позволит жару покинуть помещение. Стыки заклеиваются металлизированным скотчем. Снова делается обрешетка. Теперь под чистовую отделку. Потолок и стены обшиваются вагонкой из липы. Это дерево, как никакое другое, подходит для бани. Не обжигает, не выделяет смолы и не растрескивается при очень высокой температуре. Между печью и брусом заранее в целях пожарной безопасности проложили утеплитель. Печь как изнутри парной, так и снаружи обшивается негорючей плитой, которая обладает высокими огнеупорными свойствами и может долгое время сдерживать даже открытое пламя. Это достигается за счет усиленного гипсового сердечника и негорючего стеклохолста. Портал декорируется огнеупорным клинкером из глины. Это аналог кирпича, но в отличие от него легкий, тонкий и при этом прочный. Андрей, конечно же, любая баня не обходится без печи. И она у нас есть, и причем она у нас непростая. Да, наша печь имеет две функции. Обогревает парную и дает тепло в кому-то отдыха. Несмотря на то, что это довольно маленькая топка, огонь будет виден, плюс он будет отражаться в нержавеющем листе, который лежит на полу, и отблики огня будут в этой комнате в любом случае видны. Ну и в самой сауне у нас тоже очень оригинальная печь. Да, камни засыпаются в промежуток между нержавеющей корзиной цилиндрической формы и самим телом печи. Корзина защищает людей от ожогов, поэтому довольно близко можно подходить, добавлять пара и... Аромат эвкалипта, пеняты. Парную и душевую разделяет стеклянная дверь с деревянной ручкой. Устанавливаются полки в парной. Они из дерева абачи. Благодаря среде произрастания, а это тропики Африки, древесина обладает низкой теплопроводностью, а ее поверхность гладкая, без сучков и смолы. Стены в предбаннике и комнате отдыха покрывают бесцветной водной лазурью, которая предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью. На пол в этой зоне наносится краска-лазурь, безопасная для здоровья, оттенок лиственница. Даже при сильных перепадах температуры дереву ничто не угрожает. Теперь поверхность грунтуется. В завершении идет паркетный лак. Он устойчив к остиранию, не боится воды и быстро сохнет. На стену в душевой подвешивается обливное устройство из липы. К нему уже подведено водоснабжение. Пластиковый вкладыш внутри предотвратит протечку. Купель из лиственницы снаружи и изнутри защищена особым полиуретановым покрытием. Оно эластичное, водостойкое, а главное, экологически безвредное. Для полноценной бани хорошей парной недостаточно. Важно правильно организовать душевую зону. И мы как раз предусмотрели несколько возможностей для охлаждения. Ну, например, самый традиционный способ, который подойдет нежным особам, это душ. Его закрывает стеклянная перегородка. Стекло, кстати, стойко к воздействию и перепадам температур. Оно не трескается, очень хорошо и удобно моется. Вода в душ поступает из бойлера, который не виден, он расположен за этой стеной. И сливается она в специальное отверстие в полу. Ну, а для тех, кто все-таки считает себя истинным ценителем русской бани, здесь установлено обливное устройство. Это замечательное ведро с ручкой в виде металлической цепочки. Ведро вмещает в себя 15 литров воды, наполняется оно автоматически. И если дернет за эту цепочку, вода моментально выливается, что должно вызвать истинный восторг. Напомню, что сочетание жаркого пара и холодной воды способствует закаливанию и оздоровлению организма. Ну, и передо мной купель. Ее можно наполнять как теплой, так и ледяной водой. Да и вообще здесь можно принимать ванны, например, с ароматическими маслами. Это очень полезно, так как лиственница, из которой сделана купель, способствует быстрому заживлению ран, улучшает обмен веществ и успокаивает нервную систему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Андрей, ну, несмотря на то, что у нас помещение-то небольшое, все-таки мы очень эргономично разместили мебель. Да, у нас есть несколько зон, одна из которых представлена здесь. У нас есть небольшой откидной столик, на котором мы можем после бани выпить чаю, передохнуть между заходами в парилку. И зона, в которой люди переодеваются перед тем, как пойти париться. Ну, раздеться, переодеться, да? Повесить вещи, у нас есть крючочки. Совершенно верно. Здесь предусмотрены крючочки для одежды, и мы сделали лавки своими руками из материалов, которые остались после строительства. Ну, у нас размеры нестандартные, мы бы, наверное, вряд ли что-то смогли купить. Как правило, стандартная мебель не подходит для таких маленьких пространств, поэтому мы старались максимально использовать каждый закуток. Я так понимаю, что основные посиделки все-таки будут проходить не здесь, в теплой зоне, а на улице? Конечно, это теплое помещение, где можно выпить чаю непосредственно в процессе парения. А для того, чтобы отдохнуть на свежем воздухе под прекрасной стеклянной крышей, мы предусмотрели лавки и стол, которые сделаны специально для этого проекта по моим чертежам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Андрей, и вот баня готова. Мне все нравится. А тебе как ты оцениваешь? Я тоже доволен. Получилось хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вернемся к истории вопроса. Изначально мы планировали, что мы сохраним старый сруб, который три года здесь простоял, но был недострой. И все-таки мы решили, что эта идея у нас не останется. Мы сделали все с нуля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сруб не удалось сохранить, к сожалению, по разным причинам. Одно из них является то, что старое сооружение не всегда хорошо соединяется с новым. Дерево по-разному усаживается. С другой стороны, для того, чтобы пристроить новую часть к бане, нам нужно было удалить фундамент заново. Для этого мы разбирали старый сруб до основания. После этого само собой получилось, что мы сделали новое сооружение. Если говорить о цвете, ты решил оставить фактуру клееного бруса. Почему не стал красить? Я люблю натуральное дерево, но при этом надо не забывать о том, что здание нужно защищать от пожара, от гниения, от осадков. Мы пропитали стены сруба специальными составами. И все-таки мы построили современную баню. Используем не только дерево, но и стекло. Как ты думаешь, как наши герои оценят вот такую большую площадь остекления? Наши герои современные молодые люди. Я думаю, что новые тенденции в архитектуре и строительстве их должны порадовать. У нас есть отдельный доступ на второй этаж. Да. Изначально у нас предполагался как гостевой уровень для того, чтобы там оставить задержавшихся гостей. Ну да, дать им возможность отдохнуть или переночевать. Но главное, что мы сделали полноценную баню. Предлагаю переместиться тебе внутрь. Да. Пойдем. Здесь у нас теплая зона, да? То есть все застеклено. Есть окно, есть дверь. Можно посидеть, чай попить. Можно, собственно, раздеться и пойти уже в баню. Да, мы прошли холодную веранду, на которой главный стол с посиделками. Место для посиделок основного, да? С самоваром, да. Ну и здесь достаточно уютно получилось тоже. Ну, эта комната предназначена для подготовки к походу в парную. Здесь мы снимаем верхнюю одежду, вешаем ее на крючочках, которые расположены над нашими лавками. После этого мы идем в душевую, из которой можем пройти в парную. И так несколько раз. По желанию. Главное достоинство этой бани – ее парная. Ты решил использовать лавки из африканского дерева абаш или абача, как часто говорят. Почему? Потому что это дерево наиболее подходящее для устройства лавок парной. Оно не нагревается, оно легкое и не впитывает влагу. То есть не нагревается, а об него не обожешься? Да. Потом наши лавки имеют два уровня. На верхней части легко может уместиться до шести человек. Есть небольшая задвижная лавочка снизу, в которой можно подсесть детям или людям, которые плохо переносят большие температуры. Также в нашей парной есть суперсовременная печь, которая оснащена огромным количеством камней. Поэтому пара там будет очень много. Как ты думаешь, за какое время нагревается эта баня? Минут 30-40. И все, и достаточно, чтобы раздеться и пойти париться полноценно? Да, пару полений и вперед. Да, но веники мы тоже припасли. Березовые веники у нас тоже есть, да. Самые лучшие. Ну что же, по сути, мы сделали действительно хорошую, полноценную баню для наших героев. Как ты думаешь, что им понравится больше всего? Ну, я надеюсь, что они оценят, собственно, парную, потом печь достойно внимания. Лично мне нравится больше всего веранда, которая получилась воздушная, прозрачная, стеклянная. Я думаю, что наши герои должны оценить эти достоинства и проводить там семейные вечера за самоваром. Ну что же, а наши герои уже подъехали, и мы увидимся с ними сразу после рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Даша, Леша, здравствуйте! Рада вас приветствовать, Даша, спасибо! В несколько усеченном вы формате. Где ваши родители? Родители у нас наслаждаются еще теплыми деньгами в ТОПСе. Вот, решили их не выдергивать, но они очень волнуются. Ну, все расскажете же, правильно? Конечно. Сразу будем докладывать. Федор, ну какой ты большой стал. А бегать умеешь? Да, это ам-ням, это очень вкусно. Вместе съедим, хорошо? Хорошо бегает. Ну, я так понимаю, что вы хорошо тоже отдохнули, да, Даша? Где вы были? Я отдохнулась в Турции с подругой, а потом нам еще удалось вместе съездить в Питер. На машине у нас была очень интересная поездка вдвоем. Ой, замечательно как. Ой, Федор тянется к арбузу. Да, но я так понимаю, что все-таки спалось неспокойно. Наверное, думали, что мы вам там делаем. Все время. Я боялся, что будет очень много крылатого металла, алюминия. Ну, это же вам близко, Алексей. Близко, но в бане хотелось бы больше дерева. Так. Хочется верить, что это все-таки сохранило традиции нашего участка, чтобы все это было таким натуральным, деревянным по возможности и вписывалось в общую концепцию строений. Ну, Федор уже убежал смотреть. Давайте пойдем за ним следом. Пойдем. Давайте поймаем, пойдемте. Пойдем. Вот это дом. Смотри, крыша. Смотри, какие окна. Фантастика, а? Стеклянная крыша. Так это дом или это баня? Это баня. Нет, это просто дом. Это по размерам дом. А где старый сруб? Ну, старый сруб пришлось демонтировать. Мы его разобрали по бревнушку. Он у вас. Ничего себе. Здорово, ребят. Такой брус. Смотри, как там стол стоит. Это клееный брус? Клееный брус, все правильно. Из архангельской сосны. Сколько же метров он на том. Вот это да. Метров девять. Да? Неужели это наше? Я не верю. Это не декорации? Это слишком много даже. Ну да, для бани это как-то круто, круто. Есть неготовность к такому размаху. Все, что я представлял себе, так это модернизация и достройка имеющегося сруба, крыши, предбанника. Какая-то терраска там. Как мне сказалось, что это будет новый сруб. Это просто... У меня в голове не укладывается, что это баня, это дом. Я здесь буду жить. Это назначено, что я сюда приезжаю. Да, ну что, готовы посмотреть? Очень хотим. Ну давайте, поднимайтесь. Так, а что же внутри? Вот это да. Я вижу камин. И это очень красиво. Ух ты, камин, а я камин не заметил. Как здесь печь? У вас печь-камин. То есть сюда кидаете дрова, нагревается баня. Но в то же время здесь такой камин. Она не горячая. Не горячая, не нагревается специально. Но дрова настоящие. Дрова настоящие. Трехи так приятно, как зимой будет здорово. Класс. Даша, эту зиму живем на даче. Все, мы переезжаем. Можно пройти дальше? Да, можно. Не может быть. Я уже не нахожу слов, как охать и ахать. Не, не может быть. С ума сойти, это фантастика. Мозаика. Мозаика. Вална моя. СМЕХ Здесь можно, да, еще пару детей точно посадить будет. Токла вода. СМЕХ Класс. Ведро, Даш. Смотри. Это для мамы. Это для мамы. Это для бабушки. Это для мамы. Это превосходит, да, это превосходит все ожидания и впечатления. Ну что, здесь вполне много места. Если посчитать, вот так, раз, два, три, четыре. Честно говоря, я никогда не был в такой шикарной бане. Лихо, лихо вообще. Это нет слов. Мне кажется, здесь уже жарковато. Пойдемте опять на улицу. У нас еще сюрпризы есть, хорошо? Есть что показать? Очень мне хочется посмотреть техническую часть. Очень хочется испробовать уже все на деле. И, конечно же, испробовать. А здесь у нас лестница. О! Ничего себе. Так. Ну, это, наверное, самая удивительная часть программы. Я не знаю, что тут более удивительное. Тут все удивительно настолько. Не может быть, Леша. Я уже это вижу. Это что-то фантастическое. Здесь дверка. Практически детский домик. Правда, прекрасной площади. Заходи. Какие-то удивительные кресла, наверное, и столики. Они круглые, катаются. Садись. Петьке понравится. Вот это да! Ну, все неожиданно, но второй этаж в бане, это... Язык не поворачивая, что это просто баня. Это просто дом. Это дом для нашей маленькой молодой семьи. Просто одним словом я потрясен. Это превосходит все ожидания. Во много крат превосходит. Восхищает каждая деталь. Понравилось? Все, начиная от того, что новый сруб полностью, ну, посуществует новый дом. Восхищает, что это клееный брус. Восхищает дизайнерское решение. Организация пространства. Света. Окна в пол – это такая непозволительная для наших широт роскошь, скажем прямо, о которой я давно говорила, Леша. И мы не знали, как это хорошо реализовать, потому что действительно богато, это панорамный обзор, это какой-то особый уют. Но здесь, благодаря той платформе, на которой стоит все сооружение, эти окна идеально вписываются. Мы не боимся, что их заснежит, что их нельзя будет там открыть в творку. Хотелось бы отдельно проговорить о парной. Хотелось бы сразу по прямому назначению использовать данную парную. Она не только красивая, но сразу можно оценить, что она и функциональная, и там будет, я не сомневаюсь, великолепный пар. Понравилась печка, которая имеет такую двойную функцию, и вот этот красивый камин, который в предбанник выходит. И, конечно, сама функция отопления. Второй этаж, это, об этом мы даже не смели мечтать, о том, что там будет целая комната. Это не просто комната, у нее стеклянные стены, у нее какое-то волшебное наполнение. Это будет спальной зоной. Сейчас, по крайней мере, при первом порыве очень хочется действительно там разместиться всей семьей. Мы даже представляем, как это можно будет сделать. Понравилась лестница, понравилось действительно, что все такое массивное, что все такое как бы... Все фундаментально. Фундаментально, на века. Спасибо, что такой нам подарок сделали. Ну что же, у вас сегодня настоящий день сюрпризов, но на этом они не закончились. Позвольте вручить вам подарок от немецкой фирмы «Томас», моющий пылесос «Томас Твин Т1». Он оснащен аквафильтром, благодаря которому не только собирает пыль, но и очищает воздух. Пылесосит на здоровье. Спасибо. И это еще не все. Торговая марка «Белинка» дарит вам сертификат на 30 литров своей краски, которая соответствует мировым стандартам качества и экологически безопасна. Вы можете выбирать как по цвету, так и по составу, для дерева, металла и прочих поверхностей. Пожалуйста, продолжайте ваши переделки вместе с краской «Белинка». Спасибо, обязательно. Придется что-то еще построить. Еще Петр Первый говорил, что эликсиры хорошо, а баня лучше. А по мнению Василия Шукшина, русский человек ходит в баню, как в храм. Ведь именно здесь, после горячего пара, мы чувствуем себя заново рожденными и готовыми к новым свершениям. В этой бане мы предусмотрели для наших героев все, чтобы они могли не только вдоволь попариться, но и отдохнуть с душой. В следующей программе команда «Дачного ответа» с Татьяной Грамон отправится в дом семьи Сараевых-Леонтьевых. Сначала мы до основания разберем их старую кухню, а потом на ее месте возведем новую, светлую и современную, в духе европейских загородных домов. Обрати внимание, сделано в Германии. Должность. Обрати внимание, сделано в Германии. Должность. Должность. Здравствуйте, это «Дачный ответ». Я Ольга Прохорова. Нашим сегодняшним героям повезло особенно, ведь их дача расположена практически в лесу, даряя им возможность отдохнуть от городской суеты под покровом раскидистых елей. Вот уже на протяжении 60 лет здесь развивается история семьи Игнатьева. А сейчас на этом участке с удовольствием проводят время три поколения. Два года назад Алексей и Дарья, представители молодого поколения этой семьи, решили построить баню. Ходили по друзьям, рассматривали разные варианты и по случаю купили этот сруб. Но дело движется медленно. За это время здесь появились только фундаменты крыша. Мы поможем нашим героям и перестроим их баню. Сделаем ее полноценной, с парной комнатой отдыха, душевой и предбанником. Для Дарьи и Алексея Игнатьевых дача больше, чем место летнего отдыха. В этом поселке они познакомились, когда были детьми. Даша жила на соседней улице. Моя бабушка, мне было лет 7, она сказала, вот есть тут один мальчик, там, Васенька, и второй мальчик, Лешенька. Вот это твои женихи выбирай, вот один из них, значит, будет твоим. Буквально это было, еще я в школу не ходила. Свадьбу сыграли три года назад. А вскоре родился сын, которого, вопреки семейной традиции Игнатьевых, не стали называть Алексеем. Чего мне стоило назвать Федора? Не Алексеем, я вам скажу. Это, да, мы преодолели. Историческая путаница, уже трудно разобраться, кто какой Алексей. Есть прадед Алексей, средний Алексей, это дед, младший Алексей, это муж Ма. Дарья по специальности педагог начальных классов. Сейчас не работает, все время проводит с полуторагодовалом Федей. Каждый день он удивляет. Вот там зуб, вот он пошел, там ботинки уже малые. Папа приходит с работы, мне кажется, столько событий за день произошло. У него столько на работе не происходит, сколько я рассказываю про Федю. Мы вместе удивляемся, мы обязательно все вместе, еще в вечер, у нас после папины работы прогулка, мы идем смотрим что-то новое. Алексей, как и все мужчины в семье, профессиональный военный. Служит в ракетных войсках стратегического назначения. А началась династия с его деда, Алексея Александровича Игнатьева, генерал-майора танковых войск, доктора военных наук. Алексей Алексеевич Игнатьев тоже служил в танковых войсках. Выйдя в отставку, решил, что пришло время реализовать свою заветную мечту – летать на дектоплане. Прошел подготовку и стал работать пилотом-инструктором в отделе дельтапланиризма в ДСАА. Среди учеников Алексея Алексеевича и его сын. Глядя на меня, очень быстро освоил. Сначала летал вторым пилотом, а теперь сам является командиром нашего воздушного судна. И мы с ним совершили много интересных полетов, иногда попадая в неблагоприятные погодные условия. На даче в специально отведенном ангаре у Игнатьевых стоит мотодельтаплан, который они ласково называют «комар». Он схож по конфигурации, такой раскоряки в полете, тоже жужжит, летает относительно по авиационным меркам медленно. Но и такой же, наверное, бесполезный. Мария Константиновна по образованию медицинская сестра. Всю жизнь работает в детских больницах. Даже сейчас, когда уже вышла на пенсию, продолжает трудиться в Центре восстановительного лечения детей с бронхолегочной патологией. На даче она разбила небольшой цветник, где сажают многолетние растения. Другие здесь плохо приживаются. Люблю очень пахучие цветы. Душистый табак люблю сажать, метеолу. Когда вечером приходишь посидеть, очень приятно, когда они пахнут. Поют соловьи, пахнут цветы. И мы посадим. Спасибо, деточка. Будем сажать цветы с тобой вместе. Осталось буквально несколько мгновений до того момента, когда наши герои покинут свою дачу, и мы сможем начать здесь переделку. Я понимаю, что, конечно, уезжать, наверное, не хочется. Нет, не хочется. Он отвечает. Не хочется. Но все-таки вы сами нас пригласили. Рассказывайте, почему вы написали нам письмо и что хотите переделать? Мы вас позвали, и до сих пор не верите, что вы к нам приехали. У нас есть задел, вот эта банька. Два года назад мы начали строить баню. И не хватает сил и времени. А так как мы внимательно следим за вашими передачами, с удовольствием смотрим, пришла у нас такая идея – написать вам письмо. А что бы вы хотели сделать? Какую баню вы хотите? Ну, вообще, скорее, мы поклонники и сторонники русской бани с хорошей парной. Чтобы можно было там иметь зону отдыха, где сесть, поставить самовар, срочие пить. Место расположения бани не случайное. Здесь реально находится место, где мы жгем костер и собираемся на приготовление шашлыка. Любим вечерами попить. Под самовар, под костра, под треск дров. А если это будет еще сопровождаться бани, это будет просто замечательно. Еще первое поколение, мои родители мечтали, что здесь будет баня. И вот теперь мечта приобретает реальные черты. А что касается стиля, отделки, материалов, какую вы видите баню? Хотелось бы видеть деревянную отделку. В связи с тем, что сруб сам по себе традиционный, деревянный, это бы гармонировало со всеми постройками на даче. Так, Даша, Леша, согласны? Согласен. Полностью. Но при этом хотелось бы видеть какие-то, может быть, дизайнерские решения, мотивы. Ну, может быть, что-то восточное. Мария Константиновна, может быть, что-то добавите? Я, как человек спортивный, энергичный, люблю по утрам делать зарядку, и всегда мне очень нравится обливаться водой. Поэтому я хотела бы, чтобы был какой-то элемент, какой-то обливательный, типа ведерко или что-то, чтобы дернул, и на тебя полилась водичка. Ну, я так понимаю, вы нам всецело доверяете? Безусловно. Ну, тогда пойдемте прощаться. Как это не печально, наверное, да? Но нам надо начинать переделку, а вам надо уезжать. Да, к сожалению, да. Как вы будете проводить время, пока мы будем заниматься строительством? Ну, нам легче будет на Владиму. Я буду в командировке. Супруга будет, сведения вообще не позволят ей приехать. А родителям, конечно, придется терпеть. Мы привыкли к даче, любим заниматься сельским хозяйством. Ну, мы берем велосипеды, мы спортивные, у нас есть маршруты интересные. Так будем коротать время и ждать результатов, когда вы нас позовете. Ну, что же, тогда давайте прощаться. Увидимся после нашей переделки. До встречи. Всего доброго. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Андрей, наши герои уехали, мы можем приступать к переделке. Как ты оцениваешь этот дачный участок, это пространство? Территория прекрасна, воздух, деревья, природа. Да, но у нас есть одна проблема, недостудие. И с противоположной стороны над лестницей, ведущей на второй этаж. Лестницу мы построим чуть позже, а вообще на втором этаже мы планируем организовать лежанку для гостей. Баре построено из клееного бруса, изготовленного из архангельской сосны. Этот материал идеален для строительства, он долговечен и экологичен. Существует мнение, что клееный брус не дает усадке, однако это не совсем так. Усадка существует, но минимальная, по сравнению, например, с бревном или другими видами бруса. У нас в опорных столбах установлены домкраты, и по мере усадки их можно регулировать. Таким образом, геометрия конструкции не нарушается. И вообще клееный брус не требует дополнительной отделки, как снаружи, так и изнутри. Дерево уже обработано, оно имеет ровную гладкую поверхность, прекрасно смотрится. И мы воспользуемся этим преимуществом и сохраним его естественную фактуру. Работа в душевой зоне начинается с установки системы отвода воды. Утолщенные стенки на месте сгибов труб, а также специальные хомуты для соединения секций, позволяют снизить уровень шума на 30% по сравнению с традиционной канализацией. Спрячется коммуникация в бетонной стяжке. Пол в мокрой зоне без прочного керамогранита. Решетки для сливных отверстий из нержавеющей стали. Монтируется система водоснабжения. От скважины, она уже была на участке, к бане прокладывается водопроводная труба. Трубы из шитого полиэтилена надежны и долговечны. Они не поддаются коррозии, выдерживают высокое давление и перепады температур. Вода будет поступать в душ, обливное устройство, то есть ведро и купель. Соединяются сегменты надвижными гильзами и фитингами. Все эти детали из полимеров, поэтому не заржавеют и не покроются накипью. К водопроводу подключается электрический бойлер. Из направляющих и гипсокартона сооружается перегородка. Теперь очевидно, как будет выглядеть баня внутри. Эта гипсокартонная перегородка делит ее на две зоны. Собственно, на парную и на душевую. Мы не случайно используем здесь именно гипсокартон. Помимо того, что он прочный и легкий, он еще и влагостойкий и хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью. Чуть позже мы облицуем эти стены такой испанской мозаикой. Это стеклянные квадратики разноцветные. Здесь есть и коричневый, и песочный, и бежевый. И получится очень эффектно. Приступаем к остеклению бани и установке дверей. Профиль стеклопакетов трехкамерный, глубиной 60 мм, с двумя контурами уплотнения. Ламинация двухсторонняя, под темный дуб. Окна имеют поворотно-откидной механизм и москитную сетку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы спрятать трубы в душевой и защитить клееный брус от влаги, стены были заранее обшиты гипсокартоном. Теперь они облицовываются стеклянной мозаикой из коллекции Деградадос. Название можно перевести как «сходящее на нет», имеется в виду меняющийся оттенок. Вверху мозаика совсем светлая, а внизу цвет становится более насыщенным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь в душевую из матового стекла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В подготовленный проем устанавливается печь. Это стильная финская каменка. Равномерно и мягко излучает тепло и дает большое количество пара. Сверху печи двухконтурный дымоход. Толщина внутренней стенки из нержавеющей стали 1 мм. Это позволит защитить трубу от коррозии и возгорания сажи. Внешняя стенка из крашенной оцинкованной стали. Сегменты дымохода легко соединяются с помощью обжимных хомутов. Они удобны и в монтаже, и в процессе эксплуатации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По проекту крыша над верандой и лестницей будет остеклена. Профиль алюминиевый, с четырехслойным уплотнителем. Баню на время сильного ливня не зальет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стекло триплекс толщиной 9 мм. Выбрано не случайно. Оно не рассыплется даже в случае сильного удара. Стык между профилем и стеклом герметизируется бутиловой лентой. Это полиэтиленовая сетка с добавлением фольги и бутилового клея. Монтируется декоративное оформление окна. Наконец, на профиль надевается накладка, скрывая элементы крепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для защиты края обрешетки от осадков на карнизных свесах устанавливаются металлические планки, капельники. Подкладочный слой настилается снизу вверх параллельно свесу с нахлестом 10 см. В качестве кровельного материала архитектор выбрал гибкую черепицу. Она мало весит, легко укладывается, обладает отличной шумоизоляцией. К тому же ей не страшны резкие перепады температур, повышенная влажность и ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, ну, конечно, у многих в представлении, что баня – это такой традиционный сруб или такая деревянная конструкция, а мы используем много стекла. Вот почему ты так решил? Потому что мы строим сегодня и хотим использовать все современные технологии в области строительства, в аштектуре. Мы хотим, чтобы наше пространство было светлым и теплым одновременно. На первом этаже мы имеем большие стекла от пола до потолка, что позволяет нам пропустить в интерьер много света. Там будет зона отдыха. Зона отдыха, да, которая при этом все равно будет оставаться в тепле, потому что находится внутри теплого стеклянного контура. А что касается крыши? У нас она сложная. Мы чередуем мягкую черепицу и стекло опять-таки. А почему ты решил использовать на крыше стекло? Стекло, которое мы применили здесь, надежное, прозрачное, прослужит много лет. Мы используем триплекс, да? Да. Триплекс, который не позволит в случае непредвиденной ситуации обрушиться стекло вниз на людей. Еще большой плюс архитектурный, я считаю, что все очень удобно. Выходишь из теплой зоны в холодную, чтобы остыть от пара, да? Да, да. И на тобой крыша прозрачная, посмотрел на небо, вдохновился, пошел дальше в баню. Да, при этом находясь... Принимать ванны, например, с ароматическими маслами, это очень полезно, так как лиственница, из которой сделана купель, способствует быстрому заживлению ран, улучшает обмен веществ и успокаивает нервную систему. Субтитры подогнал «Симон» Андрей, ну несмотря на то, что у нас помещение-то небольшое, все-таки мы очень эргономично разместили мебель. Да, у нас есть несколько зон, одна из которых представлена здесь. У нас есть небольшой откидной столик, на котором мы можем после бани выпить чаю, передохнуть между заходами в парилку. И зону, в которой люди переодеваются перед тем, как пойти в барис. Ну, раздеться, переодеться, да? Повесить вещи, у нас есть крючочки. Совершенно верно. Здесь предусмотрены крючочки для одежды, и мы сделали лавки своими руками из материалов, которые остались после строительства. Ну, у нас размеры нестандартные, мы бы, наверное, вряд ли что-то смогли купить. Как правило, стандартная мебель не подходит для таких маленьких пространств, поэтому мы старались максимально использовать каждый закуток. Я так понимаю, что основные посиделки все-таки будут проходить не здесь, в теплой зоне, а на улице? Конечно, это теплое помещение, где можно выпить чаю непосредственно в процессе парения. А для того, чтобы отдохнуть на свежем воздухе под прекрасной стеклянной крышей, мы предусмотрели лавки и стол, которые сделаны специально для этого проекта по моим чертежам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Андрей, и вот баня готова. Мне все нравится. А тебе как ты оцениваешь? Я тоже доволен. Получилось хорошо. Ну, вернемся к истории вопроса. Изначально мы планировали, что мы сохраним старый сруб, который три года здесь простоял, но был недострой. И все-таки мы решили, что эта идея у нас не останется. Мы сделали все с нуля. Да, сруб не удалось сохранить, к сожалению, по разным причинам. Одно из них является то, что старое сооружение не всегда хорошо соединяется с новым. Дерево по-разному усаживается. С другой стороны, для того, чтобы пристроить новую часть к бане, нам нужно было удалить фундамент заново. Для этого мы разбирали старый сруб до основания. После этого само собой получилось, что мы сделали новое сооружение. Если говорить о цвете, ты решил оставить фактуру клееного бруса. Почему не стал красить? Я люблю натуральное дерево, но при этом надо не забывать о том, что здание нужно защищать от пожара, от гниения, от осадков. Мы пропитали стены сруба специальными составами. И все-таки мы построили современную баню, используем не только дерево, но и стекло. Как ты думаешь, как наши герои оценят вот такую большую площадь остекления? Наши герои современные молодые люди. Я думаю, что новые тенденции в архитектуре и строительстве их должны порадовать. У нас есть отдельный доступ на второй этаж. Изначально у нас предполагался как гостевой уровень для того, чтобы там оставить задержавшихся гостей. Ну да, дать им возможность отдохнуть или переночевать. Но главное, что мы сделали полноценную баню. Предлагаю переместиться тебе внутрь. Да. Пойдем. Здесь у нас теплая зона, да? То есть все застеклено. Есть окно, есть дверь. Можно посидеть, чай попить. Можно, собственно, раздеться и пойти уже в баню. Да, мы прошли холодную веранду, на которой главный стол с посиделками. Место для посиделок основного, да? С салаваром, да. Ну и здесь достаточно уютно получилось тоже. Ну, эта комната предназначена для подготовки к походу в парную. Здесь мы снимаем верхнюю одежду, вешаем ее на крючочках, которые расположены над нашими лавками. После этого мы идем в душевую, из которой можем пройти в парную. И так несколько раз. По желанию. Главное достоинство этой бани – ее парная. Ты решил использовать лавки из африканского дерева абаш или абача, как часто говорят. Почему? Потому что это дерево наиболее подходящее для устройства лавок парной. Оно не нагревается, оно легкое и не впитывает влагу. То есть не нагревается, а об него не обожешься? Да. Потом наши лавки имеют два уровня. На верхней части легко может уместиться до шести человек. Есть небольшая задвижная лавочка снизу, которой можно подсесть детям или людям, которые плохо переносят большие температуры. Также в нашей парной есть суперсовременная печь, которая оснащена огромным количеством камней. Поэтому пара там будет очень много. Как ты думаешь, за какое время нагревается эта баня? Минут 30-40. И все, и достаточно, чтобы раздеться и пойти париться полноценно? Да, пару полений и вперед. Да, но веники мы тоже припасли. Березовые веники у нас тоже есть, да. Самые лучшие. Ну что же, по сути, мы сделали действительно хорошую полноценную баню для наших героев. Как ты думаешь, что им понравится больше всего? Ну, я надеюсь, что они оценят, собственно, парную, потом печь достойно внимания. Лично мне нравится больше всего веранда, которая получилась воздушная, прозрачная, стеклянная. Я думаю, что наши герои должны оценить эти достоинства и проводить там семейные вечера за самоваром. Ну что же, а наши герои уже подъехали, и мы увидимся с ними сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин На веранде мы имеем сверху стеклянный купол, который защищает нас от осадков. Это хорошо и с точки зрения эстетики, и функционально. Я так понимаю, что основные строительные работы на улице практически закончены, да. Вот осталось немножечко доделать. И приступим к наполнению. Давайте. Дачный ответ продолжает строительство бани для семьи Игнатьевых. Лестница на второй этаж будет одномаршевая. К стене фиксируются косауры, наклонные несущие балки. В нашем случае они с треугольными вырезами под ступени шириной 30 сантиметров. Лестница получилась достаточно крутая. Она скорее рассчитана на Дарью и Алексея. Они молодые, энергичные, любят экстрим. К тому же к ним приезжают такие же молодые активные друзья, для которых на втором этаже сделана специальная зона отдыха. Строительные работы здесь пока не закончены. Конечно же здесь появится пол, уже есть остекление, получается достаточно светлое помещение. А я себя ощущаю как будто в надежной палатке, вспоминается сразу свое детство. В дальнейшем мы планируем установить здесь пуфы, на которых герои с друзьями могут сидеть, устраивать какие-то игры или просто валяться. Но мне почему-то кажется, что когда годовалый Федор немножко подрастет, он завладеет этим помещением и будет играть с такими же малышами. Стены снаружи обрабатывают грунтовкой. Она предотвратит гниение и убережет от насекомых вредителей. Тот же состав наносит на лестницу. Поверх грунтовки бесцветная краска-лазурь с пигментами, защищающими от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ступени покрывают яхтным лаком. В стене прорезается отверстие под вентиляцию. Его закрывают коробом из бруса, предварительно затянутым фольгой. Это обеспечит необходимую вентиляцию воздуха. Стены и потолок парной укрепляются огнестойкими плитами ваты. Их закладывают в обрешетку. Фольга выполняет роль теплоотражающего экрана и не позволит жару покинуть помещение. Стыки заклеиваются металлизированным скотчем. Снова делается обрешетка. Теперь под чистовую отделку. Потолок и стены обшиваются вагонкой из липы. Это дерево, как никакое другое, подходит для бани. Не обжигает, не выделяет смолы и не растрескивается при очень высокой температуре. Между печью и брусом заранее в целях пожарной безопасности проложили утеплитель. Печь как изнутри парной, так и снаружи обшивается негорючей плитой, которая обладает высокими огнеупорными свойствами и может долгое время сдерживать даже открытое пламя. Это достигается за счет усиленного гипсового сердечника и негорючего стеклохолста. Портал декорируется огнеупорным клинкером из глины. Это аналог кирпича, но в отличие от него легкий, тонкий и при этом прочный. Андрей, конечно же, любая баня не обходится без печи. И она у нас есть, причем она у нас непростая. Да, наша печь имеет две функции – обогревает парную и дает тепло в кому-то отдыха. Несмотря на то, что это довольно маленькая топка, огонь будет виден, плюс он будет отражаться в нержавеющем листе, который лежит на полу, и отблики огня будут в этой комнате в любом случае видны. Ну и в самой сауне у нас тоже очень оригинальная печь. Да, камни засыпаются в промежуток между нержавеющей корзиной цилиндрической формы и самим телом печи. Корзина защищает людей от ожогов, поэтому довольно близко можно подходить, добавлять пара и... Аромат эвкалипта, пеняты. Парную и душевую разделяет стеклянная дверь с деревянной ручкой. Устанавливаются полки в парной. Они из дерева абачи. Благодаря среде произрастания, а это тропики Африки, древесина обладает низкой теплопроводностью, а ее поверхность гладкая, без сучков и смолы. Стены в предбаннике и комнате отдыха покрывают бесцветной водной лазурью, которая предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью. На пол в этой зоне наносится краска-лазурь, безопасная для здоровья, оттенок лиственница. Даже при сильных перепадах температуры дереву ничто не угрожает. Теперь поверхность грунтуется. В завершении идет паркетный лак. Он устойчив к истиранию, не боится воды и быстро сохнет. На стену в душевой подвешивается обливное устройство из липы. К нему уже подведено водоснабжение. Пластиковый вкладыш внутри предотвратит протечку. Купель из лиственницы снаружи и изнутри защищена особым полиуретановым покрытием. Оно эластичное, водостойкое, а главное, экологически безвредное. Для полноценной бани хорошей парной недостаточно. Важно правильно организовать душевую зону. И мы как раз предусмотрели несколько возможностей для охлаждения. Ну, например, самый традиционный способ, который подойдет нежным особам, это душ. Его закрывает стеклянная перегородка. Стекло, кстати, стойко к воздействию и перепадам температур. Оно не трескается, очень хорошо и удобно моется. Вода в душ поступает из бойлера, который не виден, он расположен за этой стеной. И сливается она в специальное отверстие в полу. Ну, а для тех, кто все-таки считает себя истинным ценителем русской бани, здесь установлено обливное устройство. Это замечательное ведро с ручкой в виде металлической цепочки. Ведро вмещает в себя 15 литров воды. Наполняется оно автоматически. И если дернуть за эту цепочку, вода моментально выливается, что должно вызвать истинный восторг. Напомню, что сочетание жаркого пара и холодной воды способствует закаливанию и оздоровлению организма. Ну, и передо мной купель. Ее можно наполнять как теплой, так и ледяной водой. Да и вообще здесь можно в виде бани. Мы постараемся решить эту проблему, потому что наша задача привнести что-то новое и при этом попытаться сохранить дух этого суда. Андрей, ну мы существуем все-таки в 21 веке. Естественно, молодое поколение пожелало построить баню. И, конечно, хотелось бы, чтобы она была многофункциональной и современной. Многофункциональность в существующем небольшом строительном объеме это довольно сложно воплотимое пожелание. Но, тем не менее, наша баня будет достаточно функциональной. В ней будет и парная, и душевая с купелью. И будет ведро, которым можно будет облиться после хорошего пара. Печь каменка, в которой есть две функции. Обогрев парной и камин, который будет отапливать и позволять людям, находящимся в комнате отдыха, созреть открытый огонь. Также здесь летняя веранда, о которой мы уже говорили. Дровник и большое количество завалинок, на которых можно будет сидеть, пить чай, разговаривать, петь песни. А теперь осталось понять, как будет выглядеть баня внешне. Да. Внешне баня, как мне кажется, должна сочетать в себе две, казалось бы, несоединимые вещи. Это историческая часть, которая у нас олицетворена существующим срубом, и современные девочные материалы и некие формы, которые приведут это у нас к новому поколению, которые, надеюсь, оценят это по достоинству. Ну, я смотрю, что у нас достаточно сложная крыша, и есть какой-то открытый элемент ее. Наша крыша состоит из двух частей. Теплая кровля, которая закрывает теплый контур здания, и пластиковая, которая расположена над зоной отдыха и над открытой лестницей, ведущей на второй этаж. В районе зоны отдыха я бы расположил обеденный стол, который находится у открытого проема, приглашающего нас в природу, на воздух. Да, тем более открывается такой прекрасный вид. Да. Ну что же, давай приступать к переделке. За работу. Дачный ответ начинает строительство бани. При всем желании оставить старый хозяйский срок, его приходится разбирать, чтобы долить новый фундамент. А после тщательного обследования бревен, принимается решение строить всю баню из нового, более качественного материала. Новый фундамент под баню будет свайно-ленточный. Причин две. Будущая постройка довольно тяжелая, а земля на участке сложная с грунтовыми водами. Пока готовятся траншеи под ленточный фундамент. Его задача – соединить несущие сваи и равномерно распределить нагрузку. После устройства в траншеях песчаной подушки бурятся скважины. Их глубина – 180 сантиметров. В качестве свай – азбоцементные трубы, прочные и водонепроницаемые. Для большей надежности их армируют изнутри. Также укрепляется ленточная часть фундамента. Собирается деревянная палубка, в которую зальют бетон. Демонтаж ополубки. Демонтаж ополубки производится после полного застывания фундамента. Для того, чтобы поднять цоколь до необходимой высоты, в два ряда выкладывается кирпич. Приступаем к возведению самого сруба бани. Для нашего проекта архитектор Андрей Волков решил использовать клееный брус. Это отборные, гладко струганные и высушенные доски, склеенные под прессом с помощью специальных составов и затем профилированные. Благодаря такой обработке брусья прилегают друг к другу очень плотно. Дерево укладывается на слой гидроизоляции. В местах соединения, так называемых выпилах, пристреливается уплотнитель из джута. Им также проклеили одну из граней бруса, так, чтобы стены после сборки не конопатить. Соединение паз в паз гарантирует надежность и устойчивость всей конструкции. Сооружение крыши ведется с таким расчетом, чтобы на втором этаже появилось небольшое место для отдыха. Коньковая балка из тропила, из клееного бруса. Из этого же материала будут сделаны все балки и лаги и на первом, и на втором этаже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пространство под крышей утепляется пожаробезопасной каменной ватой. Материал экологичный, к тому же удобный в монтаже. Он плотно прилегает к поверхности, защищая от холода и сквозняков. Укладывается вата на пароизоляцию. Ей уже закрывается сверху. В качестве черновой крыши ориентированы стружечные плиты. Они влагостойкие, прочные и гибкие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пол первого этажа будут укладывать на лаги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сначала основательный процесс утепления используется та же каменная вата. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наконец, можно настилать чистовой пол. Это шпунтованная доска из массива сосны. С одной стороны у нее выступ или шпунт, с другой такого же размера паз. И вот строительные работы снаружи практически завершены. Баня построена, частично сделана крыша. Выглядит баня вполне традиционно, но современно. А на фоне вековых деревьев она смотрится очень гармонично. Как и было задумано по проекту, крыша у нас нестандартная. По центру она будет закрыта гибкой черепицей, а по краям застеклена. Прозрачная кровля появится и здесь, на вероятном.